Основная идея работы Дарьи Буториной – раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка. Кому-то из горожан это нравится, кто-то ищет подвох. Говорят, неспроста девушку поддерживает спецавтодор. Руководитель муниципального предприятия Сергей Буторин – не однофамилец Даши, а отец. Я даже не работал еще на тот момент в спецавтодоре. Она приехала с лагеря Орленок и сказала, папа, надо собирать раздельно мусор. После чего я говорю, ну занимайся, это важно, это полезно. Так и получилось. Экологическая тема увлекла школьницу. Девушка пыталась вдохновить свои идеи учеников лицея. Вместе с ними проводила акции. К примеру, раздавала листовки на улицах города о пользе раздельного сбора мусора. В то же время с учителем общества знания Дарья совместно начала разрабатывать проект «Ухта или мусор? Кто кого?». Позже эта работа и стала основой для победного сочинения. В качестве критерия к работе выдвигалось наличие не только выдвижения определенной проблемы, но и наличие какого-то опыта в решении этой проблемы. Мой выбор сразу остановился на Дарье, потому что у нее действительно был богатый опыт в этой области. Пожалуй, я, наверное, ее ни с кем в стенах нашего лицея не могла бы сравнить. Неудивительно. Ведь за полтора года Дарья Бутворина представляла работу на различных конференциях, в том числе и республиканской. Родители всячески поддерживали дочь советом и информацией о том, как проходит сбор мусора в других странах и регионах России. «Сочинение было криком души, и мы написали его с моим опытом в этом экологическом проекте. Написав это сочинение, мы отправили на конкурс и победили. И там встретились с президентом. Было очень интересно, потому что ожидания, которые у меня были от этой встречи, просто не оправдались. Потому что я думала, что президент – это какой-то необычный человек, а он такой же, как и мы, так же говорит и так же живет, как и мы, и дышит таким же воздухом». Инициативу школьницы городские власти поддерживают. И неудивительно, ведь польза для города будет огромной. Переработка мусора позитивно скажется на экологии. Весь пластик будет вывозиться на перерабатывающий завод Сыктывкар, за что городской бюджет, ко всему прочему, получит еще и дополнительный доход. «Республика, получается, выделила средства на изготовление контейнеров по городу. И вот первые 24 контейнера мы изготовили сами контейнера. Там 4 контейнера поставили в садики, поставили, там, получается, 55-й садик поставили, на территории, на Комсомольской площади поставили, чтобы привлечь много народа. Вот. Потом в процессе мы их перенесли просто на контейнерной площадке. И сейчас сделали их удобной, чтобы мусоровоз мог спокойно подъезжать в себя грузить, чтобы не было в этом проблем». Ухтинцы активно поддерживают идею раздельного сбора мусора. Буквально за неделю собирается свыше 35 кубов пластика, пока его вывозят на полигон, где прессуют и хранят. После – транспортировка в столицу Коми. Тем временем по Дашиному сочинению уже снят мультфильм. Текст, как того требует формат, конечно, ужат, зато смысл остался прежним. Даша мечтает, чтобы в будущем мусор воспринимался не как отход, а как ресурс вроде той же нефти. Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юргант, Ухта.